МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня в студии Максим Самойлов. В этом выпуске расскажем о главных событиях региона. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какова тенденция в Оренбурге? Мечты сбываются. Неравнодушные оренбуржцы смогли исполнить желания особенных детей. Первый в истории. В Оренбурге завершился детский турнир по слэч-хоккею по Волжской дерби. Уже завтра, 17 декабря, президент Владимир Путин выйдет на связь с журналистами. В Москве идут последние приготовления к ежегодной большой пресс-конференции. В этом году помимо представителей средств массовой информации задать свой вопрос может любой желающий. Все эти дни в колл-центр поступают и продолжают поступать в видеообращения от жителей страны. Сама пресс-конференция главы государства пройдет в режиме видеоконференции. Владимир Путин выйдет на связь из своей резиденции в Новогорёво. А журналисты будут работать в зале Центра международной торговли, а также из регионов, где будут организованы специальные площадки для общения с президентом. Свою подготовку начали и в правительстве области. Там готовятся к итоговой пресс-конференции губернатора Дениса Паслера. Её проведут с учётом требований Роспотребнадзора, поэтому количество присутствующих в зале будет максимально ограничено. Пока открыта аккредитация на мероприятие, а дате её проведения, сообщают в пресс-службе правительства, будет известно чуть позже. К другим темам. Пробирки с кровью местные жители обнаружили в одном из мусорных баков в Новотроицке. Увиденным очевидцы поделили в социальных сетях. Информации заинтересовались в прокуратуре и региональном управлении Роспотребнадзора. Разобраться в ситуации потребовал и глава города Дмитрий Буфетов. Известно, что поблизости к месту, где были обнаружены использованные пробирки, находится спид-центр противотуберкулёзной и наркологические диспансеры, а также городская больница. Администрация города потребовала объяснений от медицинских учреждений, однако пока никто в содеянном не признался. Спорная территория. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается вокруг установленных во дворе многоквартирных домов по улице Солмышской металлических заборов. Напомним, жители жалуются, что смонтированные ограждения мешают подъезду к школе и детскому саду. Сегодня корреспондентам ОРТ удалось получить комментарии руководителя управляющей компании и профессионального юриста. Подробности в следующем материале. Чёрные ворота и красная табличка с информацией о запрете стоянки. Пейзаж этого двора по-прежнему не изменен. Руководитель управляющей компании уверяет, что причин для обратного просто нет. Все работы выполнены строго в рамках закона и желания жильцов. Есть протокол собрания, есть проверка и не одна со стороны прокуратуры, есть проверка со стороны администрации, с государственной жилищной инспекцией, с МЧС. Если, допустим, для МЧС, для той же скорой помощи, спокойно можно подъехать, открыть ворота. Главное, чтобы там занято не было припаркованных автомобилей. На руках у руководителя и соответствующие документы. Правда, юристы считают, что желания жильцов и межевания территории недостаточны для установки ворот. Они заявляют, что данное решение должно быть согласовано с органом местного самоуправления. Речь идет прежде всего о федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления. Вопросы благоустройства, вопросы парковок, вопросы эксплуатации автомобильных дорог местного значения, подъездов к объектам социальной инфраструктуры, они находятся в ведении органов местного самоуправления. Как пример, юристы приводят практику более крупных городов. В Москве и Санкт-Петербурге по их словам, для таких случаев действует специальный свод правил, где строго прописывается, что жильцы имеют право на установку ограждений только в том случае, если это не мешает организованному муниципалитетам маршруту движения. Вячеслав Камп и Наталья Мороз, Константин Воробьев. Новости дня. И в продолжении темы. Все ограничители въезда в многоквартирных домах должны быть ликвидированы или переоборудованы. Об этом говорится в новых противопожарных требованиях, которые вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Так, в соответствии с новыми правилами, проезд к домам и подъездам, а также к местам подключения пожарных рукавов должны быть полностью свободными. Причем это касается не только механических ограничителей, ворот, шлагбаумов, отбойников, но даже деревьев и кустарников. В МЧС рассказывают, чаще всего со шлагбаумами, трубами и бетонными блоками сталкиваются в дачных массивах и СНТ. Приходится искать пути объезда. Для нас это не проблема. Вот тот, что шлагбаум, мы можем есть гидравлический инструмент, который мы можем перекусить, обломить эти замки, открыть. Но на это уходит довольно-таки время. А сами понимаете, при спасении людей каждые минуты, секунды это практически жизнь спасаемого человека. При этом в новых правилах прямого запрета на установку ограничителей нет. Но при подъезде пожарного спецтранспорта они должны открываться незамедлительно. Следить за исполнением новых правил будут инспекторы ПОЖ-надзора, которые и смогут выдавать предписания об устранении выявленных нарушений. Однако налагать административные взыскания может только суд. Штраф для управляющей компании составит до 200 тысяч рублей. Физическому лицу до 2 тысяч рублей. И теперь к обновленным данным по коронавирусу в области. Еще шесть летальных случаев за сутки подтвердил Федеральный оперативный штаб. Общее число жертв инфекции в регионе – 277. У 181 жителя области за последние 24 часа тест оказался положительным. С начала пандемии уже более 26 тысяч оренбургцев заразились COVID-19. 22 673 переболели инфекцией и выздоровели. В том числе за последние сутки закрыть больничный смогли 157 человек. Это новости дня. Далее в программе вы узнаете. Каждый пятый россиянин на пенсии хочет зарабатывать с помощью блога. Какова тенденция в Оренбурге? Мечты сбываются. Неравнодушные оренбуржцы смогли исполнить желания особенных детей. Первый в истории. В Оренбурге завершился детский турнир по слэч-хоккею по Волжской дерби. Мы продолжаем и переходим к новостям экономики. По исследованиям одного из негосударственных пенсионных фондов каждый пятый россиянин на пенсии хочет зарабатывать с помощью видеоблогов. Более 4000 человек по всей стране высказали мнение о своих планах на заслуженном отдыхе. Как показал опрос, 41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают на собственные сбережения, а 8% на помощь взрослых детей. При этом 18% респондентов уверены, что смогут получать основной доход именно от введения личного видеоблога, комментируют специалисты. Между тем, россияне поделились и содержанием своего творчества. 19% опрошенных отметили, что в блоге они намерены делиться полезными советами, а 17% хотели бы рассказывать о путешествиях и о хобби. Описывать свои путни будут 12%, вспоминать молодость – 8% и рассуждать о здоровье планируют 7%. А теперь к новостям на валютном рынке. Курс основных иностранных валют от Центробанка России вы можете видеть на своих экранах. Стать волшебником просто. Продолжается пятый сезон новогодней акции регионального телеканала. Сегодня телезрители ОРТ исполнили мечту особенной девочки Лизы Ахмеровой. О том, что она загадала и как получила долгожданный подарок, расскажет Ольга Энгельс. Здравствуй, Лизонька. Здравствуйте. Ждала меня. А где Снегурочка у нас? А Снегурочку ты ждешь? Давай позовем ее. Снегурочка. Давай вместе со мной. Снегурочка. Главный зимний волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка в гостях у Лизы Ахмеровой. Девочка стесняется. Для нее это настоящий новогодний сюрприз. Сказочные герои впервые к ее жизни приходят к ней домой. Они здесь, чтобы исполнить мечту малышки. С наступающим Новым Годом. Спасибо. И всего тебе счастья. Упаковка не поддается маленьким пальчикам. С помощью взрослых Лиза добирается до заветного подарка. А внутри те самые смарт-часы, о которых так мечтала она. Именно об этом подарке девочка рассказывала зрителям ОРТ. Вау! Что же это такое? Что это за подарок? Я сижу. Это то, что ты хотела? Понял, что маме позвонили. Лиза от восторга забывает о стеснении и не в силах скрывать эмоции. И вот он, самый долгожданный момент. Часы занимают свое место на маленькой ручке. Мечту маленькой девочки исполнил коллектив Росреестра. Сюжет о желании Лизы в эфире ОРТ не оставил их равнодушными. Поэтому они не просто приобрели подарок, но и устроили ей настоящий праздник. Благодаря новогодней акции ОРТ сбылась мечта Лизы Ахмеровой стать волшебником для остальных особенных детей можете и вы. Просто осуществите мечту ребенка. Спасибо. Добрый волшебник. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня. Жители восточной столицы Оренбуржья в течение нескольких дней жалуются на смок и неприятный запах. Густая дымка над Орском зависла субботы. Основная причина такого явления, по данным синоптиков, штиль. Это и способствовало накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Отбор проб атмосферного воздуха в различных точках города проводили специализированные лаборатории. В Министерстве природных ресурсов области сообщают о результатах исследований. В пробах воздуха, взятых в районах города, откуда поступали жалобы, определялись основные загрязняющие вещества оксид углерода, диоксид серы, оксид и диоксид азота, сероводород, аммиак. По результатам анализов, содержание перечисленных веществ находилось в пределах допустимых. При этом в районе Орского шоссе зафиксировано превышение ПДК по фенолу в 1,4 раза. Наиболее вероятный источник загрязнения – промышленные предприятия. Орской природоохранной прокуратурой инициируется проведение проверок с привлечением специалистов Министерства и Южноуральского межрегионального управления Росприроднадзора в отношении предприятий потенциальных источников выброса фенола в атмосферный воздух. По состоянию на 15 декабря мониторинг атмосферного воздуха на территории Орска и Новотроицка продолжается. И к новостям спорта. В Ледовом дворце Звездной областного центра завершился открытый детский турнир по слэдж-хоккею по Волжской дерби. Победителями стали Оренбургские ястребы. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Евгеньевичу. Спасибо, Максим. Дебютный турнир удался во всех смыслах. И с точки зрения показанных результатов и по организации. И что не менее важно, юные спортсмены, поучаствовав в соревнованиях, получили массу положительных эмоций к Новому году. Последний игровой день ничего уже не решает в турнирном положении команд. Ястребы, выиграв накануне ключевую встречу у Удмуртии, досрочно обеспечивают себе первое место. Оренбуржцы могут даже проиграть башкирским пиратам. Но такой вариант не рассматривается. Их хозяева под занавес громят хоккеистов из Уфы 12-0. На церемонии закрытия соревнований царит праздничная атмосфера. Медали, призы, новогодние подарки. Самым ценным игроком признан наш Ренат Тухватулин. Определенно главная звезда турнира, один из лидеров юношеской сборной России. Определены другие лауреаты. Лучший вратарь, нападающий. Третье место в Павловском дерби занимает Екатеринбургский Уралец. На втором располагается изначальный фаворит Удмуртия. Пришлось вот с Ястребом побороться. Вообще это мне понравилось. Как тренеру это большая учеба. Они подготовились к этому турниру лучше обликаться. Из-за этого они победителями стали. И, наконец, главный кубок абсолютно заслуженно вручает с Оренбургским Ястребом, одержавшим три уверенные победы в трех матчах. Наши ребята, а теперь еще и девочки, закрепившиеся в составе, уже становились призерами детских турниров. А в родных стенах добираются до вершины. Команда существующего всего два года растет и развивается. Ребята молодцы, стараются, тренируются. И мы вот за два года видим, какой прогресс у нашей команды. Очень хороший прогресс. Я думаю, что и дальше мы будем помогать им развиваться и, может быть, и выйдем на Олимпийские высоты. Приятнее всего смотреть на довольные, счастливые лица детей. Отрадно и то, что во время турнира ястребом посыпались звонки с просьбами устроить ребенка в команду. Вчера опять еще звонили, родители писали, а можно к вам попасть в команду? Еще не поздно, мы говорим, да нет, двери открыты, пожалуйста. Вот сегодня будут звонить, еще два-три человека приедут. Это для них реабилитация, позитив, социализация, общение. Ну, все здорово. Проигрывают и баскетболистские надежды, но тут без неожиданности в гостях бессменному чемпиону УГМК. Уже после стартовой четверти фаворит впереди плюс 15, к большому перерыву плюс 24, после третьего периода плюс 35. У нас крайне низкий процент попаданий, в отличие от показателей хозяек. Как слабое оправдание, выступаем без лидера, травмированный Биллингс, и по ходу матча повреждения получает Шилова. УГМК более чем убедителен – 82-49. Единственный повод для оптимизма – классная игра Лагуновой, набравшей 19 очков, 12 подборов и 2 блокшота. У Надежды всего один день на переезд и следующая встреча с соседкой по турнирной таблице – Спартой. Игра состоится в подмосковном Видном в среду. Максим? Анатолий, спасибо. Еще больше спортивных новостей в каждом выпуске программы. Не пропустите. На этом пока все. Вернуться к обзору событий можно на сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова